Заработай голду для World of Tanks, выполняя несложные задания на своем мобильном устройстве. А также не забудь ввести специальный промокод. Вся информация в описании. Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist, и сегодня с вами обсудим довольно серьезную тему. Пару недель назад была новость о том, что опять прошла волна банов за читы. Заблокировали там 60 тысяч человек, из них 5 тысяч на перманент. То есть, грубо говоря, 55 тысяч впервые на недельку пальчиком погрозили, сказали, не-не-не-не, больше читами не пользуйтесь. И 5 тысяч уже повторно нарушили, и их навсегда заблокировали. И вот, знаете, недавно была новость о том, что, например, в PlayerUnknown's Battlegrounds, всем вам хорошо известный, заблокировали за все время уже почти 3 миллиона, ребята, читеров. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. 3 миллиона заблокировали навсегда. То есть, там, ни на неделю, ни на месяц, там, просто на перманент. И я не так давно подводил итоги по World of Tanks. Общее количество игроков, забаненных навсегда. То есть, повторно и уже вот перманентно. Там что-то тысяч пятьдесят или шестьдесят получилось. Ну, и сейчас, вот спустя пару еще волн банов, наверное, там, цифра, может быть, семьдесят, семьдесят пять тысяч. Это у нас вот за все время, ребята, я подчеркиваю, существование игры у нас за читы, ну, за запрещенной модификацией, навсегда забанили, там, шестьдесят пять, семьдесят тысяч человек. Это за семь лет существования игры. Или, там, восемь уже, да? В PUBG за год три миллиона просто. И, знаете, самое интересное, что в PUBG, как мы знаем, нет системы free-to-play, то есть, там, игру надо покупать. И, даже несмотря на это, там такое большое количество читеров. Ну, игра, конечно, в данный момент намного популярнее, чем танки, но я думаю, что общее количество игроков, там, примерно одного уровня, там, ну, плюс-минус. Просто, даже при том, ребята, то, что люди знают, игроки, что в PUBG банят за читы, все равно находятся желающие, покупают аккаунты, там, ну, либо ворованные, либо, все-таки, покупают копию игры, еще одного, которая стоит, еще раз говорю, порядочно, и все равно их банят. То вы представляете, сколько людей ставят себе запрещенные модификации в танках, где, ну, как бы, платить-то не надо для того, чтобы зарегистрировать аккаунт. Конечно, кто-то из вас сейчас скажет, что если ты долго прокачивался, если у тебя есть премиумные танки, особенно, ты покупал премиум аккаунт, то в этом случае у тебя, по сути, цена аккаунта может быть еще больше, но, да, если аккаунт сильно вкачанный, то оно так. Но, как мы знаем, для того, чтобы, в принципе, докачаться, там, уровня до 8-го, до 10-го, буквально одной веткой, там, вовсе не обязательно донатить или тратить, там, какие-то безумные тысячи часов. Все гораздо быстрее происходит. Это означает, что, в принципе, любой человек может поставить эти самые запрещенные модификации и пойти с ними играть. И я вот в связи с этим совершенно, ребята, не понимаю, почему у нас такая политика у картошки, вот, лояльная. Еще раз, друзья, я не верю в то, что в танках в процентном соотношении читеров меньше, чем в пабге. Я думаю, что даже больше. Соответственно, если мы видим, то, что у нас вот очередная волна банов, и забанили хорошо, даже с учетом вот этой их двухэтапной системы, то есть, когда первый раз не навсегда, потом уже только на перманент. Даже с учетом этого, да, у нас в волне забанили всего лишь 60 тысяч человек. Я не верю в то, что это все люди, кто спалился с читами, так или иначе. Ну, просто потому, что это слишком мало. Игроков с читами играет намного больше, и они появляются. Вы не думайте, что читеры, это, знаете, как бы, ну, нечто такое конечное, то есть, какая-то вот цифра, и она уменьшается с каждым баном. Нет, забанили там 60 тысяч, ну, допустим, на первый раз на неделю, придет еще столько же, там, забанили 5 тысяч навсегда, придет буквально за неделю столько же. То есть, это не уменьшает их общее число. Я просто не понимаю, почему Wargaming настолько лояльно относится к людям, которые, во-первых, нарушают правила игры, во-вторых, они мешают играть другим людям. То есть, они создают в игре проблемы, которые, в том числе, мешают играть честным игрокам, которые, в том числе, и донатят, и так далее, и так далее. То есть, соответственно, это, в целом, пользы игре не приносит. Конечно, возможно, какие-то читеры, в том числе, и сами донатят, никто это не исключает, но тем не менее. Хорошо, вы сделали двухэтапную систему бана, то есть, когда сразу же никого навсегда не банят. В принципе, я это поддерживаю, потому что, ну, бывают ошибочные баны, и, в принципе, когда у тебя, как говорится, есть право на ошибку, это неплохо. И, казалось бы, друзья, ну, вот при такой-то двухэтапной системе, ну, сам бог велел пойти и просто вот так вот нахлобучить тупо всех. Потому что, ну, вреда это никакого не принесет. Даже если ты забанишь, там, треть онлайн, условно говоря, на неделю, ну, ничего страшного там сильно не случится. Их же разбанят потом, и они будут дальше играть. И это было бы показательно, это было бы мощно, действительно. А уж потом там, ну, навсегда, уж кто не понимает, как говорится, с первого раза, у кого мозгов нету, там уже на здоровье. Вот, то есть, мы имеем очень странную ситуацию. То есть, с одной стороны, у нас вот эта вот очень лояльная двухэтапная система банов, да и при этом она еще и работает далеко не на 100%. Я даже не знаю, там, какой процент банят читеров, но он явно небольшой, это хорошо видно. Еще раз просто, у нас есть игра рядом, которая стоит, извините меня, в России тысячу рублей, а во всем мире, по-моему, 30 долларов. Да, и при этом, даже при такой цене, все равно там 3 миллиона читеров забанили. То есть, там 10%, грубо говоря, игроков, это читеры. То есть, если в танках такие аналогии проводить, а я думаю, что в танках даже больше, на самом деле, потому что, ну, еще раз говорю, не так палевно, банально, не игра бесплатная. Почему это происходит, просто объясните. То есть, то ли Wargaming боятся все-таки снижать онлайн, потому что, если хлопнуть треть онлайна даже на неделю, это, во-первых, во-первых, да, это так или иначе, все равно, ну, вызовет, скорее всего, какие-то проблемы у тех людей, кто отвечает за вот эти показатели перед начальством, его лицом ткнут, скажут, почему у нас онлайн был 600, стал 400. Вот скажут, 200 тысяч читеров забанили, да, там, или сколько там, и получат за это по шапке, соответственно, ну, может быть, кто-то не хочет за это отвечать. Это всего лишь мои домыслы, я просто пытаюсь, как бы, ну, логически мыслить. Возможно, дело в том, что они считают, что читеры, в том числе, приносят пользу именно, ну, потому что они донатят, они, еще раз говорю, создают онлайн, и так далее, и типа не надо их так жестко напрягать, но, ну, ну, это бред же, ребята, ну, понимаете, ни одна игра еще не выиграла для себя, как бы, для своей популярности, для развития, для каких-то перспектив, она ни одна игра не выиграла из-за того, что в ней лояльно относится к читерам. Это всегда вызывает только одно, проблемы у людей. То, что у нас в танках читы не такие жесткие, как, например, там, в том же PUBG, и нет такого, что человек на читах, он просто всю команду нагибает один, да, там, или там, ну, то есть, какой-то неубиваемый, то есть, такого у нас нет, но это не значит то, что с этим не надо ничего делать. Я думаю, друзья, что если бы Wargaming действительно жестко боролись бы, хотя бы по первоку бы банили тупо всех, то есть, у нас бы была бы вот новость, и так, типа, вот новая волна банов, мы забанили, там, 250 тысяч человек, например, или, там, 300 всего. Многие, кстати, путают показатели онлайна и показатели игроков, играющих в игру. Это не одно и то же онлайн, это те, кто играет в этот момент. То есть, он, например, может быть, там, 600 тысяч. Но это не значит то, что в этот день играло 600 тысяч человек. Могло играть и 5-7 миллионов спокойно, потому что кто-то играл 10 минут, кто-то играл час, кто-то играл ночью, там, и так далее. То есть, онлайн, он меняется, люди приходят, уходят. Если бы вышла новость, то, что мы забанили, там, 400 тысяч человек, например, да, там, по первому разу на неделю, и, допустим, по второму уже, там, тысяч 30. Вот в этом случае даже те люди, кто подумывал бы о том, они поставят ли мне читы, они очень сильно подумают, серьезно. Ой, 10 раз подумают, потому что это палево. Терять аккаунт никому не хочется. А сейчас люди глядят вот на эти вот списки, что 5 тысяч человек забанили. Просто смешно. Это даже тупо по теории вероятности, то есть, если вот посчитать, что, ну, шансы попасть в это количество небольшие. Поэтому люди читерят. Вы обратите внимание на количество читерных боев на том же самом Вот Реплейс. Там просто каждый второй-третий бой с Вангой, там, или еще с чем-нибудь. У нас целые YouTube-каналы поднимаются на этом теме, да, что мне не очень, кстати, нравится, как бы, но тем не менее, не лезу в чужий бизнес. Вот, в общем, какая-то херня полнейшая. И, по-моему, уже стало ясно, что вот эта вот система, которую разработчики изначально, видимо, хотели внедрять, что вот мы, мол, мы будем пугать, да, вот люди испугаются. Дескать, не надо всех наказывать, надо просто показательно немножко, там, пару человек расстрелять, остальные сами станут шелковыми. Не работает, не становится. Читеров меньше не становится. Нисколько абсолютно. Но вот Реплейс, все только больше читерных реплеев. И проблему, как по мне, надо, конечно, решать глобально. И вот эта вот лояльность, она здесь совершенно не к месту, вот серьезно. С учетом двухэтапной системы, где право на ошибку, ну, оно, как говорится, есть, можно действовать намного жестче, намного эффективнее. И, поверьте мне, игроки бы стали намного, скажем так, ну, более благодарными и лучше бы относились к ВГ в целом, если бы они вот хотя бы в такие моменты вели себя как-то, ну, по-нормальному. Конечно, без списков самих забаненных это будет немного не то, но все равно, то есть, понимаете, если, например, вот будет какой-то массовый бан и сразу же онлайн, например, сядет там процентов на 10, 15, да, то и 20, то я думаю, что люди уже будут верить, что действительно, скорее всего, наверное, много кого забанили, и еще раз говорю, будут бояться, и тогда эта система, она заработает. Действительно, люди станут бояться ставить читы, потому что, блин, могут забанить, можно потерять аккаунт. А сейчас это, знаете, вот просто какая-то показуха, вот, не знаю, там, разработчики сделали вид, что что-то сделали, мы сделали вид, что испугались и поверили. Ну, я не знаю, в общем, вы поняли, к чему я веду. Просто вот натолкнулся, что-то опять на эти цифры, и недавно вот как раз читал новости по PUBG, да, по их статистике, и что-то как-то грустно стало. На этом на сегодня все. Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь. Всем до скорого и всем пока.